Всем привет, Панкратс на связи, и пока в Москве активно идет фестиваль Сидра, а я стабильно уже отошел от первой прививки от коронавируса, хочу вот в рамках, так сказать, дачного обзора сделать тест вот этих вот самых бутылочек. Как вы видите, бутылочки достаточно красивые, с импортными названиями, на этикетках и все такое. Дэниэльш Крон, или вот что тут написано, Айриш Эль, и причем шрифт такой замысловатый, знаете, истинно ирландский, и вот здесь Райс Бир, Дэниэльш Крон, и все такое. Как вы думаете, кто производит данные бутылочки? Наверное, наверное, какая-нибудь импортно именитая пивоварня. Так или не так? Да вот не так, скажу я вам. Все вот это вот добро производит пивоваренный завод Балаковский, расположенный в городе Балакова. Совпадение? Не думаю, но достаточно забавно. На самом деле мне хочется отметить Балаковский завод в том, что он прям растарался, растарался во всем вот этом дизайне, вот в представлении, так сказать, потребителю вот этого вот всего, поскольку здесь помимо красочных значимых этикеток есть еще определенные вот бутылочные тиснения, рельеф и все такое. Красивые пробки, красивые этикетки. Что такое Балаков? Что такое комбинат Балакова? Пив комбинат Балаковский. Кстати, он отметил вот солидный юбилей, как написано на сайте, 80 лет со дня основания. Но помимо, то есть вот безалкогольных и слабоалкогольных напитков типа пива, он производит конфеты, восточные сладости, зефир, мармелад, печенье, вафли, майонез, горчицу, ну и все остальное, как мы с вами любим. Я не знаю, что-то прибавить и убавить. Погнали! Вы знаете, у меня сегодня здесь по классике, в принципе, много достаточно моментов, которые хотелось бы отметить, но вот это вот в первую очередь. Irish Ale, The Art of Brewing. Тут вот столько всего написано. Tribute of the long history of fine beer craft. И original receipt from Ireland. И вот даже надпись Brewed and Bottled in Russia. Написано, что с 1790 года все это дерьмо делается, но как бы, блин, ну классно. Слушайте, я когда увидел эту историю на прилавках, я подумал, ни хуахуа, ни хуахуа. Ну, умеют же, ну могут же. Ну, вот посмотрите, вот это все предоставление, и фиг поймет, что это сделано в России. Балаково. Балаковский пивоваренный завод. Пробочка здесь откручивающаяся. Поэтому что? Поэтому, мне кажется, надо начать. Надо начать и попробовать. Мне, на самом деле, сегодня даже интересно, поскольку я в четверг сделал первую прививку от коронавируса. Несколько дней не употреблял алкоголь. И сейчас вот посмотрим, насколько он будет мне заходить. И вообще видоизменен будет у меня вкус, так сказать. А возможно и нет. Но давайте будем наливать и пробовать. Буду наливать немножко, чтобы, так сказать, это полностью не погрузить себя в эту самую пучину алкоголя употребления, например. Удобно. Удобно. Вот эти откручивающие крышечки. Я потом обратно уберу все дело в морозилочку. Приморожу. Надо, наверное, обозначить эти, как оно? ТТХ-шечки. 5% алкоголя и 14% плотности. Не смотрите на то, что я хлюпаю. Это ни в коем случае я не заболел. Просто ехал в машине с кондиционером. Что касаемо нахождения пиваса в бокале. Но на самом деле, должен вам признаться, что это очень хороший, очень хороший, насыщенный прям медно-карамельный оттенок. Вот прям вот он настолько глубокий, настолько чистый, что вот глядя на просвет, можно им только лишь любоваться. Пузырики СО2 бегут более-менее активно. Пеночки как таковой нет. Но надо, правда, сказать, что я не сильно его и охладил, чтобы в полной мере так сказать. Хотя, конечно же, вру. В какой полной мере? Просто не успел ее охладить. Приехал, поставил вот в морозилку минут на 15, пока разгружал вещи. И вот сейчас вот налил. Наверное, наверное, это поможет мне разобраться в особенностях вкуса. Но поглядим, поглядим. Давайте понюхаем. Ну, вы знаете, в принципе, выпасает вот тем самым ирландским. Что мы обычно привыкли чаять в таких бокалах, как Гиннесс, как Килкени, Килкени. Вот. И им же подобно. То бишь вот этой вот самой солодовой пустотой. Такой чуть-чуть карамелишной. Но, тем не менее, солодовой и пустотой. Давайте попробуем. Да и вы знаете, черт возьми, весьма вся эта история похожа вот на то самое ориджино ирландское, которое пытается нам впаривать пятерочка. Или им подобные магазины, где вся вот эта красно-черная история в виде производства компании Гиннесс стоит на прилавках. Я не знаю. Достаточно понятный, активный продукт, который как бы всем своим посылом пытается дать тебе понять, что это да! Это тот самый Айри Шель. И на самом-то деле, если бы он был в достаточной степени охлажден, мне кажется, особо отличить оригинал вот от этого россиянского производства было бы проблематично. Я вот себе вот этим вот самым ускорением в дегустации, мне кажется, только лишь усугубил, что ли, задачу, поскольку в недостаточной степени охлажденное пиво оно прямо вот на поверхность дает свои изъяны. А когда я пробую данный напиток, я чего-то прямо такого сверх вау, изъянского в нем не нахожу, поскольку достаточно ровно. То есть понятная вот эта вся структура, то есть я на самом деле не знаю, что тут копаться, потому что ну или он и есть и эль. Достаточно, в достаточной степени сладенький, в достаточной степени питкий, в достаточной степени солодовый. И все, казалось бы, здесь хорошо. Наверное, в продолжении должно звучать за исключением одного, но, наверное, этого не будет звучать, поскольку, ну, я не нахожу. Не нахожу на самом деле, к чему здесь капитально можно придраться. Эль себе и эль понятный. Единственный только момент, как мне кажется, это если вот его выпить в определенном количестве, в несколько бутылочек, и проверить, насколько у тебя на следующий день будет болеть голова. Стоит вся эта история вот за вот эту вот красоту, во сколько, во сколько, сколько здесь, сколько, ну сколько, 0,5 или 0,4, 0,5, 0,5. Стоит вся вот эта история за красоту 0,5 по дороге на дачу в магазине, причем не в самом, мне кажется, в дешевом магазине 85 рублей. И вся, в общем-то, линейка, она столько стоит, но вот это вот ирландский эль, ну, вполне себе ничего. То есть вот я не нахожу, не нахожу каких-то прям низменных характеристик в этом напитке. Давайте не будем долго застревать на одной бутылке, там он под прицепом валяется еще, идем дальше. Дальше, вы знаете, что я хочу попробовать? Дальше хочу попробовать рисовую историю Original Rice Beer. 4,2 процента, тут куча каких-то иероглифов, я уж не разбираюсь там, японских, китайских, можно, в принципе, включить этот, как оно, переводчик. А, кстати, ради интереса можно это сделать. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, что у нас написано на бутылке, ну, вот так вот, просто чисто вот, ради хайпа. Так, японской. Выбираем японской, японский. Так, и что мы? Фотоперевод. Тут что-то его еще называют мишенью, чайнис, дань уважения, долгая история. Короче, ладно, не буду долго застряться на всей этой истории, но обратите внимание, обратите внимание, как красиво выглядит этикетка. Да и вообще, бутылка выглядит достойно. Не устану это повторять на протяжении сегодняшнего обзора. Давайте будем открывать. Давайте посмотрим для начала, что в составе. То есть здесь светлый рис. Ну, конечно, светлый рис. Какой светлый рис? Солод ячмена пиварина, светлый рис, дробленый. Хмель гранулировый. Ну, все, открываем и наливаем. Извиняюсь. Смотрим, что налилось в бокал. Вы знаете, в принципе, типичный цвет для лагера. Для рисового лагера, для обычного лагеря, ну, для любого. Лагер, в принципе, с оложенкой, не с оложенкой. Достаточно светлый, светлый оттенок с активно бегущими вверх пузыреками. Единственное, он немного примутнен и какая-то мелкая-мелкая перхоть плавает внутри бокала. Ну, прям совсем мелкая, незаметная. Это достаточно допустимо. Давайте понюхаем. Ну, солодком отдает. И все. Сладковатенько так. Не более того. Пробуем. Слушайте, я не знаю. Вот эти вот все лагеры, вся лагерная тема, когда она в недостаточной степени охлаждена, она вызывает у меня тоску и грусть. Я не знаю, на самом деле, как Никита Бервари, насколько я понимаю, он именно так и делает. Он пробует все пиво в недостаточной степени охлажденным. И, видимо, поэтому у него взрываются банки, поэтому там всякие гашинги происходят и так далее, и так далее. Но, слушайте, вот в подобном варианте, в подобном варианте охлаждения, хочу сказать, пить данное пиво достаточно проблематично. по крайней мере мне. Потому что вот оно настолько легкое, настолько солодово понятное, настолько простое и проходное, что оно должно быть максимально, максимально охлаждено, чтобы залетать вам в голову вот именно вот тем самым чувственным примораживанием, а не вот этим вот каким-то обращиком составляющих вкусов, вот этих вот солодовых, не солодовых. То есть, вот в данном случае вот эта вот консистенция, она мне понятна в том смысле, что она чистая, весомая и так далее, и так далее. Но в плане употребления, в плане легкости бытия, все у нее проблематично, потому что ну, пить ее вот так вот это конечно можно. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот ее конечно можно, но Но сложно, потому что начинают проступать вот эти вот артефакты, которые, ну, они естественные, да Они не то, что химически выражены или как-то, я не знаю, недиспособно выражены Они органически выражены, ну, такое уж само по себе пиво, что оно вот вызывает подобную реакцию, когда ты оставляешь его в теплоте И что-либо говорить здесь, конечно, сложно Однако, однако, я хочу подчеркнуть, что вот эта вот история, она, как и предыдущая, достаточно чисто на вкус, достаточно понятна И если ей не злоупотреблять вот в подобном состоянии, как у меня, то, наверное, можно ей и наслаждаться То бишь убрать в холодильничек, подержать Да я, в общем-то, это и сделаю сейчас Смотрите, у меня тут осталось больше полбутылки, тем более бутылка закручивающаяся Я сейчас ее уберу в морозилочку, она там постоит, и я с удовольствием допью Поэтому, как бы, очередная радость на мою плешину Ну, неплохо, неплохо У меня, по крайней мере, нет никаких особенных нареканий по поводу этого рисового лагера Ничем он особо не отличается от его цинь-тау и так далее и тому подобного Но наше, балаковское, рисовое пиво Нормально, нормально, почему нет, как говорится Если где-то найдете, кстати, в общем и целом, наверное, рекомендую попробовать А мы идем дальше А дальше у нас, знаете что? Дальше у нас классический английский портер Вот мне вот интересно, насколько балакова бы имела прям вот, как это, смелость замахнуться вот на все вот эти вот классические сорта Дарт бир, classic English porter, the art of brewery, the tribute of the long history of the fine beer craft from best natural materials only Характеристики у него следующие 5, по-моему, процентов 5,5 процентов алкоголя И 14 экстрактивность начального сусла Ну, любопытно будет, любопытно попробовать Знаете, вот это пиво я вообще нигде, никогда не встречал Но по дороге на дачу на Дмитровском шоссе Под магазином Мираторг Есть алкомаркет, в котором представлена вот эта вот вся линеечка И я подумал, почему бы и нет, как говорится Почему бы, как говорится, и нет Вот взял, и слушайте, уже вот вторая бутылка А я особо не переживаю на тему того Зря я потратил деньги или не зря потратил деньги Ну, скорее всего, не зря, потому что 85 рублей вот за всю вот эту вот красоту Во-первых, как бы подачу, да Во-вторых, вкусовые, вкусоароматические характеристики, это неплохо Что здесь? Что здесь? Здесь у нас прям, знаете, такой прям медяк-медяк, уходящий в темноту Ну, классный, насыщенный цвет С активно, опять же, бегущими вверх пузырехами СО2 Выглядит в бокале шикарно Чем-то была эта вся история похожа непосредственно вот на вот этот вот самый Аришель Но здесь цвет гораздо, гораздо насыщенный Давайте понюхаем А вот здесь, вы знаете, уже начинаются, на мой взгляд, какие-то проблемочки Потому что кроме как той водой, которой я промывал бокал, этот пивас Помимо определенной, конечно же, доли этого самого СОЛОДА Не пахнет ничем абсолютно Хотелось бы какого-то более выраженного, что ли, вкуса Здесь вот эта вся история похожа вот на тот самый Аришель, который был до этого Ну, давайте попробуем Да ну не Ну не Вот это вот уже Вот это уже прям стрела пролетела насквозь, врезалась в бетонную стену и упала Упала и умерла Потому что, ну, на портер, на портер, на классический английский портер Это не похоже вообще ни разу, ни в коем случае Это просто похоже на вот обычный ирландский ель Такое ощущение, что вот они разливали всю эту историю из одного танка И каким-то образом просто насытили, я уж не знаю, карамельностью или чем Ну хрен его знает Но ни по вкусу, ни по каким-либо характеристикам, впрочем Данная бутылка не напоминает портер Это не портер Это просто ирландский ель какой-то Да, вот его достаточно, ну, скажем так, неплохой ипостаси Тут нет никаких артефактов Никаких характеристик То есть он ничем даже London Pride не напоминает Не London Pride, ну, вы все поняли Вот эту вот историю, вот эту классическую От компании, которая производит London Pride Я сейчас просто уже, когда выпиваю Знаете, через какое-то время неупотребления Поскольку пришлось воздерживаться У меня начинают мозги заедать На названиях, на терминах и так далее Но вот эта история Она ни в коем разе не похожа на классический Английский портер Так что я, наверное, ее даже допивать не буду Погнали дальше Ну и завершение у нас будет в достаточной степени простенькое Нефильтрованное пиво осталось Опять же, опять же, The Art of Brewery Дэниэльсен Крон Синс 1790 Хотелось бы сказать, что писькометр Прям писькометр Но я не знаю, откуда они его взяли Балакова, блин Давайте будем открывать Давайте посмотрим, что это вообще такое за нефильтрованное Что у нас здесь из нефильтрованного Вода подготовленная Солод ячменный, пивоваренный, светлый Солод карамельный Карамельный, сахар Хмель гранулированный Экстрактивность А, дальше характеристики пошли Ну, хрен его знает Просто нефильтрованность Это не особо пшеничка Давайте наливать будем Что касаемо света Цвета Света Света Уже заговариваться стал То, блин, я не знаю Такой белесо-желтый вариант Вариант Оттенка Который чем-то напоминает лимонный компот Только мутный И из него бегут конкретные пузырехи CO2 Которые, в принципе, образуют вот такую достаточно Активную белесую пену Но Надо пробовать Пахнет же опять же Пахнет же опять же Никак Солодком в основном И той водой, которую я помыл бокал Неужели вот эта вот самая вода Которая течет здесь По участку Она настолько Сильно может перебить Ароматические характеристики пиваса Ну, мне кажется, нет Но здесь прям конкретно только солодом И не более того Пробуем Ну Ну Вы знаете Хочется мне сказать Что вот это вот И вот это вот И вот это И вот это вот Вот это вот Вот это вот И вот это вот Вот это вот Все, в принципе, лейтмотивно достаточно похоже, поскольку различия, ну, они, знаете, такие весомо-стилистические. И поскольку в портере мы не нашли ничего от портера, а вот в нефильтрованном пиве особо ничего от нефильтрованного пива, кроме его мутности, мутности, я закусил язык чуть-чуть, когда говорил слово мутности, вот, то хочется мне сказать, что пиво, оно, знаете, такое достаточно плавающее по характеристикам. То есть, если два варианта, которые я пробовал до этого, это вот Irish Beer и что, ирисовое пиво, они были нечеток и, в принципе, в стиле, то вот эта вся история дальнейшая, да, она тоже нечеток, нечеток, но не в стиле абсолютно. То есть, если мы ее приобщим вот к предыдущим напиткам, то это будет нечеток. А если мы будем углубляться в стилистику того или иного, то это будет уже совсем другая история. То есть, вот эта вот нефильтрованная, кроме вот этого самого, так сказать, нефильтрованного состава, не подразумевает под собой ничего. Никаких вкусов. То есть, это вот такая же солодово-пустоватая вода, ну, которая, наверное, возможно, вас удовлетворит, если вы будете, знаете, если вы будете ее в достаточной степени охлаждать, не более того. То есть, если вот в этих двух бутылках, по крайней мере, чувствовался хотя бы вкус, который более-менее приближен к стилистическим особенностям напитка, то во всем остальном его нет. И, ну, я не знаю, с удовольствием будете допивать его или нет. Наверное, как мне кажется, без удовольствия. Если оно будет так же охлаждено, как у меня, то я вам рекомендую поставить его в холодильник максимально охладить. Видите, оно начинает впускать эти газы, газы из организма. Максимально его охладить, чтобы с удовольствием, с удовольствием, как мне кажется, опрокинуть себя, вот это все приморозить, там, черепную коробку и все такое. Ну, должно быть вкусно. А пока это такое. Поэтому я на самом деле не понимаю, не понимаю людей, которые на дегустациях пытаются употреблять пивас в теплом, либо в приближенном комнатном состоянии, чтобы вот он весь раскрылся. Да нифига он не раскрывается. Он никаким образом не раскрывается. Он раскрывается только при той температуре, при которой он должен раскрываться. А она, как правило, либо написана на бутылке, по-моему, даже здесь где-то была эта вся херня написана, либо максимально охлаждена, максимально, чтобы пока вы пьете, пока вы пьете, этот градус максимального охлаждения спускался ниже, 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 и вы все пробирались и пробирались в низины этого вкуса. Поэтому, ну, ребят, я на самом деле не сторонник употребления пива теплым и никогда этого не делал. И вам, кстати, не советую. Но сегодня, на самом деле, затестил интересную историю. Красивую историю, прежде всего. Вот прям очень красивую историю. За 85 рублей, мне кажется, здесь из 85 рублей, то есть вот, ну, рублей 55 стоило только само вот это вот оформление. Поэтому, ежели где-то, ежели где-то вы попробуете увидеть вот это вот балаковское пиво, балаковское, правильно, балаковское пиво, то давайте сверим часы. Давайте, как говорится, сверим часы и посмотрим, насколько оно понравится вам. Ну, а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, отвечайте в комментариях, и не забывайте тыкать в колокольчик, чтобы узнавать о новых выпусках. Не забывайте также подписываться на мою группу ВКонтакте и, конечно же, конечно же, на Инстаграм, да, бывает чаще. До новых встреч, пока и да пребудет с вами пиво. Субтитры сделал DimaTorzok